В начале, перед спектаклем, режиссер очень интересный, Александр Ковшин сказал, что так было тяжело читать эту пьесу. И в результате поставил хороший спектакль. Относительно Ковшина очень давно ожидаемо, что это замечательный именно театрально мыслящий режиссер. Мастер не литературных композиций, а мастер какой-то очень яркой театральной формы. Я считаю, что вот эти тяжкие труды по нахождению зерна спектакля, современного аспекта спектакля, они увенчались успехом. Потому что действительно говорят, что сейчас про классиков, что это те люди, которые все почитают и никто не читает. А Ковшин умеет какими-то театральными способами найти очень интересные ходы. В первом действии больше было такого оживляжа, а во втором действии больше мыслей и больше каких-то современных ассоциаций. Вот это вот как раз и тот нерв спектакля, то его зерно, которое удалось режиссеру поймать и воплотить на театральной сцене. Тот зритель, который непредвзято относится к экспериментам театральным, и тот зритель, который не скучает при чтении классики нашей, тому обязательно стоит для того, чтобы посмотреть, что из этой классики можно сегодня извлечь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...